Здарова, пупсики! Меня зовут Алиэр Блэк, сегодня мы играем на Амазинку Онлайн, на сервере Red и залетела сюда сегодня, чтобы посмотреть интересную редкую тачку из автосалона. Это Bentley Continental GT. Посмотрим сегодня, как она едет, как она рулится, какая у неё максималка. Вы же присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Ну что ж, по классике начнём с внешнего вида. Сегодня у нас номера здесь никакие не установлены. Интересные вот такие вот диски здесь у нас стоят. Всё у нас серого цвета, и диски, и кузов. Сзади тачка выглядит следующим образом. Вот эти задние фонари меня, конечно, всегда удивляли. Тачка у нас двухместная, внешний вид спереди, конечно, очень-очень супер богатый. Установлена радуга, и в целом на этом всё. Эта машинка у меня была уже когда-то на обзоре, но она была у меня просто FTS-TO, но это было очень-очень давно. Изнутри машина выглядит следующим образом. Конечно же, она устарела. Моделька здесь старая, проработана, но она так себе вообще посредственно. Просто посмотрите, как без графики выглядит салон. Ну, как-то слишком уж бедно. Это вроде как бы Бентли, но выглядит всё очень бедно. Ну и перед тем, как мы с вами посмотрим ПТС этой тачки, естественно, пацки, я вам предлагаю скачать по ссылке в описании лаунчера Мазинга, зарегать своего персонажа на любом из шести серверов, ввести мой промокод DALER, который вам даст до 300 тысяч рублей, а также X2 Boost на аккаунт. Поэтому, пацки, время не теряйте, и залетайте играть в Амазинг. Мы же смотрим ПТС этой Бентли. Владелец Ярослав Рубанов. Спасибо ему за предоставленную тачку. Модель авто Bentley Continental GT. Целка 66%, госка 15 миллионов рублей, количество владельцев 13, номеров нет. Улучшение двигателя Stage 3, развал, сигналка, антирадар, аудио, нитро, клиренс и неон у нас установлены. Бензобак 90 литров, дополнительный 45. Вот такая вот у нас сегодня зелененькая тачка, в принципе, поэтому давайте уже на ней прокатимся. Запускаем наш замечательный двигатель, пытаемся стартовать. И старт здесь очень лютый, даже хочется вот так очень быстро разговаривать, и это прям какое-то сумасшествие. Тачка действительно очень бодрая на старт. И это большой плюс на самом деле, потому что не хватает уже таких машин. Ну не хватает, чтобы машина перла. Нет уже такого, чтобы без нитро эта машина ехала. Я предполагаю, что такой старт у нас за счет того, что это Бентли и это полный привод. Конечно же, все полноприводные тачки разгоняются просто великолепно. С нитро, без нитро, не важно. Я не знаю, какая здесь максималка, сейчас мы это выясним. И как раз мы подъезжаем к нашему нужному месту, я должен вас предупредить. Этот экземпляр, конкретно вот этот, на Red Server продается за 130 миллионов рублей. Если кого-то из вас интересует эта тачка, пишите мне во Вконтакте, я вас свяжу с владельцем. Мы же сейчас будем замерять разгон с нитро и без нитро, а также посмотрим, что по максималке у этой тачки. У меня под рукой находится секундомер, вы на своих экранах будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3, 1, 2, погнали. Замеряем пока что без нитро, я уверен, что здесь будет какой-то сумасшедший разгон, сумасшедшие цифры, потому что это уже 5 секунд 6 и машина просто прет. Максималка здесь по-любому какая-то лютая. Стоп, это 326 километров в час и это 11 секунд, либо 10. Единственное, конечно, это проблемы с ее подвеской. Подвеска здесь как-то, ну, уж очень плохо проработана, поэтому, да, на рельсах и на всяких поребриках будете страдать. Но нас опять же интересует разгон. Максималка здесь просто великолепная, 326 километров в час, это классно. Но, как эта машина будет разгоняться на нитро, сейчас мы с вами выйдем. Для этого зажимаем наше нитро и на счет 3, 1, 2, погнали. Но это просто бомба! Это просто бомба! Стоп, это 5 секунд, но пацик. Тут вообще не стоит быковать, потому что это 326. 3, 2, 6. Понимаете, какая скорость? Соответственно, конечно же, будет разгон 5 секунд. Вот тут очень интересный момент. Это Бентли. Я не знаю, какого года выпуска это Бентли, но она едет 326. Наравне с М5, F90 и новой Ешкой. И вот этот момент мне абсолютно непонятен, потому что та же самая М8 почему-то едет меньше. Просто конкретно это Бентли, но она вообще никому не нужна. Это абсолютно неликвидный автомобиль, но едет 326. Я этот момент не понимаю. Сейчас же, пацки, давайте отправимся на тест управления и выясним, за какое время доедет эта тачка до точки Б. Погнали! Прибыли с вами на наше нужное место, где у нас по классике есть точка А и есть точка Б. Нужно добраться до точки Б максимально быстро и невредимо. Сегодня у нас Бентли Континенталь GT, тачка, которую вы можете купить в автосалоне с супер максималкой. У меня под рукой находится секундомер, вы на своих экранах будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3, 1, 2, погнали! Сейчас выясним, за какое время она доедет. В принципе, управление здесь очень даже хорошее. Когда надо, машина и боком дает. Это тоже великолепно. Максималка здесь просто лютая, вы ее сами видели. Единственная проблема, это, конечно же, ее подвеска. Подвеска мне не нравится, немножко врезался, но мне плевать. Потому что в этом и суть, пацки, этого теста. Показать, как эта машина будет в реале себя вести, это 23 секунды. Я думаю, то, что я там врезался в этот столбик, ничего вообще не решила бы. И эта тачка действительно иногда идет в занос. Я вспомнил эту машину, она была у меня очень-очень давно. Но управление у нее вот такое вот интересное. Плюс ко всему, когда на большой скорости вы зажимаете нитро, машина вообще перестает слушаться. То есть вы поворачиваете влево, она не едет влево. Поворачиваете вправо, она вправо точно так же не едет. Она просто как топор, как поезд летит вперед. Мне такое управление не совсем по душе. Но в целом, если на маленькой скорости ехать, да, управление здесь достаточно сытное. Еще одному минусу, пацки, могу отнести то, что эта машина очень уж быстро ломается. Один раз врезали с дерева, все. 30% здоровья машины просто нет. Соответственно, пацки, вы будете постоянно чинить целку этой машины. Это тоже достаточно большая проблема. Если у вас нет навыка и нет коттеджа, ну это просто капец. Вы будете денег вываливать на починку целки очень-очень много. Мне же, пацки, про эту машину, если честно, больше сказать нечего. Обязательно пишите в комментарии, что вы думаете. Пишите, какую машину я могу взять для вас на следующий обзор. Обязательно ставьте лайк этому ролику. Подписывайтесь на канал. Рекомендуйте это видео своим друзьям. Всем спасибо за просмотр. Удачи!